Приветствую всех зрителей и подписчиков. Это канал Максимум. Сегодня в объективе нашего внимания. Как депутаты парламента Казахстана комментируют результаты расследования трагических событий в Жанаузене, которые произошли в 2011 году. И кто несет за это ответственность? Скандальное назначение нового президента. Непотопляемая Мадина Аблокосымова всплыла в новой должности. Кого еще двигал Такаев? А также, эта проблема серьезно напугала депутатов. Малоимущим казахстанцам банки больше не дадут в долг. С 1 января вступает в силу новый ограничивающий закон. Об этом и другом прямо сейчас. Продолжение темы Жанаузенских событий восьмилетней давности, о которых мы рассказывали в предыдущих роликах. Ссылки на них в описании этого ролика. Так, казахстанские журналисты поинтересовались у депутатов парламента страны, раскрыта ли правда о жанаузенских событиях 2011 года. Кто несет ответственность за трагедию, которую унесла, по официальным данным, 17 человеческих жизней. Полагаю, вам будут интересны их ответы. Сол сотта көрсетілген, берген ақпаратқа сембей ғо болмайды. Сембей бол жерде, жан жақтан терге өткен болатын ғой. Ал егерші ол кезде біраз жасырын, біраз ашылмаған ақпарат талқаса, ертеме кеш-кеш болды ашылады. Сол кездегі мәліметтер бойынша, жазаланатын қызметкерлердің барлығы өзінің жазасын алды деп ойлайым. Ал егер оған тарих ішіндік ашылмаған тетін боса, оның алдағақтта оның да арманғырай қалқтың үсінің әтаныллардың өзінің әрзінің 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 қанғаттан баған боса, олдаға қолғағын әтті боляйым. Я такой же, как вы, зритель и наблюдатель за этими событиями. Какие там были подводные течения, мне неизвестно. Поэтому комментирует мене этот вопрос очень сложно. Сег жыл бұл көткен өкеге, кезінде тейсты орындар зерчымыстарын жүрізді, қылмыстық қыстыр өзгалды, әртараптан күнәлдер айқындалды, өкім үш ғарылды, деп олайын. Сег жыл бұл көткен өткен 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 өткен. Бұл көткен өткен 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 Поста министра энергетики лишился иконат Базумбаев. Он назначен помощником президента Такаева. При этом пресс-секретарь теперь уже бывшему министру написал, что последний покинул пост из-за болезни. И, видимо, такая болезнь, что не помешает быть помощником президента. Но это уже я, а не пресс-секретарь. Теперь кресло, в котором сидел Базумбаев, будет занимать Нурлан Нугаев, который был Акимом от Ираусской области. Ну а в свою очередь его кресло занял бывший замминистра энергетики Мохамбет Дасмухамбетов. Занятно, что именно сейчас в столице республики началось судебное разбирательство в отношении двух бывших заместителей того самого Базумбаева. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались еще шесть человек. Все эти чиновники Министерства энергетики подразвиваются в хищении миллиардных бюджетных средств. В этой связи хочется задать вопрос, который вытекает из инициативы самого Такаева, что в коррупционных делах вслед за подчиненными ответственность должен вести и их непосредственный руководитель. Будет ли это на примере с Базумбаевым? Пока он, Базумбаев, несмотря на болезнь, которая мешает ему исполнять обязанности министра, превозмогая боль, с недугом будет исполнять обязанности помощника президента страны. Органам следствия я ни разу не была уведомлена о ходе следствия, о проводимых следствием и действиях, не ознакомлена ни с одним процессуальным документом, ни с одним решением, по окончании следствия мне даже не предложено ознакомиться с материальным уголовного дела. В результате я лишена возможности обжаловать любое процессуальное действие в отношении моего подзащитного супруга. Напомним, Ганис Адебеков находится под следствием с марта прошлого года, а Бакаджан Джаксалиев с июня. Все это время, а это почти два года, экс-чиновники находились под домашним арестом и подпиской о невыезде. Убани свою вину отрицают полностью. В череде этих кадровых перестановок, затеянных Такаевым, наверное, Такаевым, одно особо приковывает внимание. Новый пост получила Мадина Абалкасымова, раненца скандалом, покинувшая должность министра труда и соцзащиты. Непотопляемая Мадина, которая уже сменила не один пост, на этот раз всплыла в должности недавно созданного, такое ощущение, что специально под нее агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Как сообщает с сайта Карды, во время состоявшейся накануне встречи с Абалкасымовой, Такаев поручил ей, цитата с сайта, «обеспечить стабильность банковской системы и дал ряд поручений по развитию финансового сектора страны». Зная, как госпожа Абалкасымова справлялась с предыдущей работой в должности министра труда и социальной защиты с обложки журнала «Форс», в том, что все поручения президента будут качественно выполнены, не приходится сомневаться. Напомню, что агентство, которое сейчас возглавляет Мадина Абалкасымова, выполняет 34 вида услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового сектора, то есть абсолютно ненужные и дублирующие, я бы даже сказал, паразитирующие учреждения на гособеспечении, созданные специально для того, чтобы солидно пристраивать вроде как к делу резонансных отставников. Сама госпожа Абалкасымова заняла этот пост накануне. До этой должности она была заместителем председателя Национального банка. Напомню, что уже в ее каденцию произошла очередная летняя девальвация национальной валюты. В Казахстане принят закон, согласно которому банки перестанут кредитовать людей с низкими доходами. Теперь те, чьи зарплаты ниже прожиточного минимума, не могут взять товары в рассрочку, либо получить беззалоговую ссуду. Как говорят нацбанки, эта мера позволит уменьшить уровень так называемой закредитованности населения. Эта мера начнет действовать уже с начала следующего года. Давайте разбираться, действительно ли этот закон поможет простым казахстанцам. Телефоны, мебель, бытовая техника в кредит может стать роскошью для людей с зарплатой меньше прожиточного минимума. Всему виной высокая закредитованность населения. Данная проблема серьезно напугала депутатов. Ведь эта статистика вредит рейтингу страны, говорят народные избранники. В связи с чем парламентарии направили депутатский запрос к главе Национального банка. Национальный банк готовил ответ в течение месяца. По данным финрегулятора, за 10 месяцев текущего года рост портфеля беззалоговых потребительских займов составил лишь 8%. А среднемесячная зарплата казахстанцев увеличилась на 16%. Но в любом случае, с нового года всем подряд выдавать кредиты уже не будут. С 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков. Введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Такое нововведение приветствует финансовый обозреватель Бота Жуманова. В целом я, например, очень позитивно отношусь к таким поправкам, потому что в конечном счете эти поправки направлены на благо людей, для того, чтобы они не попадали в кредитную зависимость, а дальше не становились жертвами коллекторских компаний и фактически не делали свою жизнь хуже. Но в первую очередь, говорит эксперт, это должно затронуть те компании, которые недобросовестно кредитуют людей. Это так называемые онлайн-кредиторы. Дают деньги по одному документу и под колоссальные проценты. Иногда достигающие 700% в год. На самом деле закон, защищающий права потребителей, уже существует. Казахстанцам и раньше отказывали в кредите, если их ежемесячный платеж превышал 50% от его дохода. Но некоторые финансовые институты все же находят выгодные лазейки в законе. Успешность внедрения таких поправок будет полностью зависеть от того, насколько агентство по финансовому надзору будет эффективно проводить мониторинг и работу с такими организациями, которые, по идее, должны часть свернуть свою деятельность, закрыть свои определенные компании, которые занимались не совсем этичным кредитованием. Рядовые казахстанцы новый закон поддерживают, но есть и те, кого эта новость расстроила. Я думаю, что, наверное, и правильно, потому что, если это меньше, будет людей, которые подвергнут себе опасности. Почему бы не давать? Зарплаты маленькие. Люди что-то хотят приобрести, и им не хватает денег. Если у человека голова работает, вообще не надо с банком связываться. Никогда не надо брать кредит. Надо жить по своим средствам. Поручение Касымжу Марта Тукаева запретить выдавать кредиты людям с низким доходом прозвучало еще этим летом. Касалось это в первую очередь без дологовых займов. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо, что смотрели этот ролик. С вас лайк, распространяйте его в своих соцсетях, оставляйте содержательные комментарии, подписывайтесь на канал Максимум, нажимайте на колокольчик, чтобы моментально получать уведомления о появлении новых роликов на канале. Спасибо. И помните, не все так просто. Все гораздо проще. Продолжение следует...